Здравствуйте, в прямом эфире студия «Репортер» и я ее ведущий Константин Гречан. Сегодня 21 ноября Украина празднует День Достоинства и Свободы, с чем я вас, уважаемые телезрители, и поздравляю. Безусловно, что не для всех наших граждан этот день является праздником. Наверное, это нормально, потому что любые события в стране, любые политические события в стране, они в той или иной пропорции разделяют общество. И Евромайдан, безусловно, не исключение. Но, наверное, важно другое, чтобы вот те жертвы революции достоинства, небесная сотня, чтобы эти жертвы были не напрасными. Чтобы мы, наконец-то, все-таки получили страну нашей мечты, то государство, ту страну, в котором мы все хотели бы жить. И вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями студии. Мы пригласили представителей разных политических партий. К нам пришли Денис Григорьев, блок Петра Порошенко, депутат Одесского городского совета. Добрый вечер. Здравствуйте. Ольга Квасницкая, а также депутат городского совета фракции «Самопомощь». Добрый вечер. И Роман Сенек, депутат Одесского областного совета, представитель оппозиционного блока. Добрый вечер. Мы сегодня у вас спрашиваем, на правильном ли пути находится Украина. Если вы считаете, что на правильном пути, на пути правильных реформ, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что мы находимся не на правильном пути, звоните по номеру 784-80-82. Если вы хотите высказать мнение или задать вопрос нашим гостям в студии, телефон прямого эфира 34-92-58. Денис, как оцениваете вот эти четыре года, которые прошли с момента начала революции достоинства, проведены ли те реформы, которых ждало общество? Ну, скажем так, это были тяжелые четыре года. Начнем с того, что все мы понимаем, что это время, которое прошло после революции, в первую очередь сейчас идет военное время. И кто бы ни называл, и как бы ни называл то, что сейчас происходит, это АТО и так далее. Сейчас идет война. По факту, это идет война между двух государств. И в это тяжелое время, когда идут вот такие непонятные события непосредственно в стране, понятно, что тяжело управлять целым государством, да, и что-либо делать. Плюс к этому всему появились, называемые псевдопатриоты, которые называют себя такими и пытаются спекулировать фактами. Я их называю просто бандиты. То есть они организовывают определенные группировки, начинают заниматься тем же самым рекетом, только они это делают под флагом якобы Украины. То же самое делают другие псевдопатриоты, которые выдают себя за российские организации и пытаются выдать себя, чтобы они якобы поддерживают другую сторону. И вот сейчас общество начало сначала ограничить, произошел такой передел. Кто-то поддерживает одну сторону, кто-то вторую, но по фактам все мы понимаем, что мы живем на Украине. Сейчас большой плюс, скажем так, что в школах, в институтах, везде абсолютно начали прививать в первую очередь украинский язык. Мы узнали, увидели и начали гордиться своим флагом. Ну, не такого может не секрет, я сам спортсмен. То есть я начал ценить гимн, когда он начал подниматься, флаг, когда я выступал на спортивной арене. Поэтому вот это чувство гордости сейчас испытывают абсолютно все. Все мы знаем, Одесса всегда была таким толерантным городом, мы всегда были где-то сбоку. Но сейчас Одесса очень захлестнула волна именно под того же патриотизма. Поэтому в целом это правильная и нужная тенденция. Почему? Потому что когда мы живем, не знаю, в Америке, почему-то мы говорим на английском языке. Когда мы живем, не знаю, в Германии, да, мы говорим на немецком языке. Тогда почему мы должны говорить на другом языке? У нас должен быть национальный язык один. Все документы должны вестись именно на этом языке. Так он и есть такой. На сегодняшний момент не все используют этот язык, скажем так, в те же самых документах, как минимум в документ обороте. Мы живем в демократическом обществе. В том-то и дело, но почему-то в Англии, в Америке это не поддерживается, и все документы ведутся только на английском языке. Но тем не менее, это есть уважение к персональному языку. Еще развитые страны, как Швейцария, где официальных языков 4, и там ведутся... В Швейцарии нет этнической нации. Я просто к тому, что вот я не соглашусь с коллегой, когда коллега говорит, что у людей есть сейчас какое-то чувство гордости, извините, за что, перед чем? Но если у вас нет чувства гордости, это ваша мечта. Я патриот своей страны, я кажусь, что я теме украинец, но я хочу увидеть результаты. Я абсолютно поддерживаю, что... Четыре года назад, когда был псевдопрезидент, скажем так, да, Янукович, который рассказывал сказки, и все просто... Да я вам больше скажу, что... Поплощали в 1991 года все у нас были псевдопрезиденты. Ну так... Мы хотели видеть изменения. Люди действительно не поняли, почему при стабильной политике евроинтеграции в последний момент господин Янукович изменил эту стратегию. То есть это был какой-то междусобойчиком между господином Януковичем и господином Путиным. Или еще кем-то. Вышли люди и спросили, мы не готовы, мы хотим другого. Но, к сожалению, как говорится, революцией воспользовались подонки. Они пришли с власти. Вот вы представитель блока Петра Порошенко. Это относительно. Это ваше личное мнение, которое мы видим, что получилось спустя 4 года. Спустя 4 года мы вступили в Евросоюз и обнили в Евросоюз. Мы не вступили в Евросоюз. Я вам больше скажу, мы не вступили в Евросоюз. Но если вы не вступили, я согласен, вы не вступили. Денис, но вот даже та ассоциация, она несколько раз переносились сроки, да, то президент анонсирует ее на одну дату, она переносится. То есть это тоже выглядело достаточно таки вот унизительно, как мне кажется. Смотрите, я не пытаюсь защищать президента или тем более его политику. Я просто говорю, вот те факты, я привык говорить только фактами. Если человек обещает что-то сделать, и он что-то сделал, он молодец. Если он что-то не сделал, второй вопрос, тогда уже нужно спрашивать своего человека. Если он обещал, что у нас будет без виз, и тем не менее, через конкретные сроки, не имеет значения, факт в том, что это произошло, как сказать. Многие женщины обещали, что спустя две недели закончатся антитеррористской операции, которую вы сейчас называете войной. Давайте сейчас вернемся все-таки к революции достоинства. И с уважением к жертвам небесные сотни, все-таки, наверное, признаемся, что революция достоинства еще не закончена. Да, мы получили без виз, да, мы выгнали Януковича, но борьба сбежала, потому что мы вышли и отстаивали ценности справедливости и свободы. Но борьба за достоинства продолжается. И получится ли у нас объединиться, чтобы выгнать вот этот олигархат, который управляет? Получится ли нам добиться изменения системы, которая, в общем-то, не изменилась? То есть мы надеялись, что революция достоинства перезавантажит систему. Почему она не изменилась? Она не изменилась, потому что, к сожалению, на крови пришли же все те же люди, которые были при Януковиче, которые были в этой системе. К сожалению, основная задача, которая стоит на сегодняшний день перед властью, это в любом случае не помочь украинцам сделать так, чтобы их стало лучше и достойней, и замужнейшим украинскую мову. На сегодняшний день мы говорим о том, что все 144 реформы, которые проведены и которые по всем каналам заявляются как эффективные, в общем-то, являются не подтверждением благополучия и достатка украинского народа. И, к сожалению, здесь даже не нужно выдумывать и доказывать друг другу. Есть отчет ООН, я специально с ним познакомилась, эффективности реформ. И эта оценка, вы знаете, просто катастрофическая. После трех лет реформ у нас 68% украинцев находятся за чертой бедности. На 39,1% упал валовый национальный продукт государства из расчета на одного человека. У нас идет тотальное уничтожение малого и среднего бизнеса. Это отчет ООН. За уровнем надежности банков и кредитной системы Украина на 38 месте из 138 стран. Это вот результат банковской реформы. Эффективность антимонопольной политики на 137 месте. Если говорить о защите прав собственности, Украина находится на 131 месте из 138 государств. И самое страшное, Украина является лидером по детской смертности и смертности рожениц. Вот этот уровень счастья в Украине, который на сегодняшний день пришел с надеждой тех революционных действий, которые произошли на Майдане. Поэтому говорить о том, что у нас все прекрасно и реформы являются эффективными, я считаю, что нет. Поэтому революция достоинства, она продолжается. Для этого нам нужно продолжать бороться с позиции, какой бороться, начинать себя ответственно, выполнять свою работу качественно и честно. Вот если бы так произошло, то может быть и жизнь в Украине пошла бы по другому направлению. Роман, я не буду спрашивать про то, как вы оцениваете проведение реформ, навряд ли вы их оцениваете как реформы. Я спрошу по-другому, что было бы, если бы победил Антимайдан? Нельзя на сегодняшний день говорить, вот сейчас вот эта дискуссия, она бесполезная, потому что за столом сидит два представителя власти, которые пришли на волне того же Майдана, которые вошли в коалицию, которые взяли на себя обязательства. И они же их несут перед людьми за то, что будут со стороны... А можно, извиняюсь, конечно, сколько депутатов в Верховной Раде от ТП-блока, можно узнать? 43 человека. То есть это два? В отличие от ТП-блока Петра Порошенко, где, по-моему, 176. А в самом подпище сколько депутатов? Меня это не интересует. Ну что вас не интересует? Друзья, вы объединились в одну коалиционную силу, которая взяла на себя... Вы говорите сами себе, как происходит в стране. Вы подписали коалиционную угоду. Вы говорите, что голосуют изначально. Значит, уважаемый Денис, я хочу высказать свое мнение. Давайте по очереди договоримся так. Значит, что я хочу сказать. На сегодняшний день нужно рассматривать... Вот мы сегодня с вами обсуждаем революцию достоинства с одной точки, только оппозиции. Это расследование тех убийств, которые пришли на Майдане. Почему за 4 года на сегодняшний день власть, имея абсолютно всю вертикаль, имея... Ну, прямо говорю, это независимые институты, это ручные институты, суды, прокуратуры, полицию, до сих пор не рассказала людям, кто расстрелял людей на Майдане. То, что есть мнение, что вот как в народе называли Евромайдан, Антимайдан, забудем об этом. Есть люди, которые вышли требовать от власти определенных изменений. Одни требуют одного, другие другого. Давайте учитывать то, что наша страна огромная. У нас живет очень много людей. И даже только в Одесской области проживает больше 136 национальностей. Мы должны всех уважать. Точно так же наше государство, оно же формируется по принципу большинства. Кто в большинстве, тот и управляет. Но это же не говорит о том, что нужно забывать о других. Поэтому на сегодняшний день нужно говорить только о том, почему на сегодняшний день нет конкретных вообще обвинений, открытых вообще расследований по убийствам на Майдане. Почему на сегодняшний день... Мы не говорим с вами о том, что вот те, извините, подонки, которые пришли благодаря людям, которые стояли и погибли на Майдане, мы не говорим о том, что они довели страну до того, как мы сейчас имеем. Это другая тема. И мы, может быть, еще пообщаемся. Потому что это преступление. И, наверное, придет время, когда их будут за это судить. Мы говорим о том, что произошло событие, которое оставит отпечаток на всю. И наша страна больше не будет другой. Сознание у людей поменялось. Если в 2004 году это выглядело более демократично, потому что люди выходили, требовали и вроде добивались своего, и при этом никто не погибал, то в 2013 погибли люди. И на сегодняшний день мне лично, мне, человеку лично, интересно, кто стоит за этим всем. Кто организовал это все. Кто подбурил народ для того, чтобы сто или сто или неважно, с какой стороны кто-то начал стрелять. Кому это было выгодно? Четыре года нам на этот вопрос не дают ответ. Я вам больше скажу. К сожалению, нам этот ответ никто не даст. Потому что явно торчат уши или заинтересованных, или тех, кто сейчас у власти, или тех, кто сейчас ограбит страну. Поэтому говорить о том, что Евромайдан, Антимайдан не имел права там на жизнь, нет. Мы должны уйти от этого. Мы должны говорить о том, что есть люди и есть требования людей. А то, что этим использовались подонки, это другой вопрос. И они за это будут отвечать. Я надеюсь, на тех выборах, которые будут следующие, может быть, они будут досрочные, люди уже с каждым годом становятся умнее. Глаза открываются. И я надеюсь, что они поймут, что... Вот коллега говорит, что революция достоинства продолжается. Извините меня. А нас сейчас слушают простые люди. Я закончу. Они не понимают. У вас было 4 года. Вы запровадывали реформы. Вы объединились. 4 года и спустя, и вы сейчас, оказывается, хотите в оппозицию? Извините, друзья, отвечайте за то, что вы начали. Давайте сейчас немножечко изменим риторику. Самокомощь вышла все-таки достаточно давно. Самокомощь всегда была в оппозиции. И сегодняшнее обвинение... В конце не было. Я сейчас говорю об оппозиции к сегодняшним преступным действиям власти. Она об этом заявляет. И последнее, если бы вы обратили внимание на последнее заявление о самомкомощи относительно внесения и принятия нового криминального процессуального кодекса, и которые были проправки внесены непосредственно в процессуальный кодекс, которые бы позволили довести и заставить Генеральную прокуратуру закончить все расследования относительно убийств на Майдане. Но эта поправка почему-то не попала в текст Уголовно-процессуального кодекса. И неизвестно, в каком... Теперь какая текстовая часть будет подписана президентами. Об этом непосредственно Олена Сотник заявила сегодня на всеуслышание. Поэтому обвинять и говорить о том, что вот вы ничего не делаете, как раз мы много чего делаем и пытаемся показать людям о том, что нужно действительно профессионально делать свою работу и научиться брать, в конце концов, ответственность за то, что ты делаешь. Каждый из нас должен брать ответственность, иначе мы будем дальше продолжать добиваться на Майданах каких-то там наших желаний, которые в итоге потом будут как карточный домик разваливаться. Да, сегодня одесситы хотят жить спокойно, мирно, в честной, некоррумпированной стране. Но мы видим, что, к сожалению, олигархат управляет государством, бюджет разворовывается, реформы называются псевдореформами. И мы хотим заявить о том, что да, действительно, сегодня мы должны жить в демократическом государстве, где каждый должен выйти спокойно сказать свое слово. Но мы же видели, что уже происходит. Мы вышли на Майдан, ну не на Майдан, на мирную акцию относительно защиты летнего театра. И что произошло? Что непосредственно мы увидели такое, опять же, столкновение после революции достоинства, после гибели Неземнебесной сотни мы опять натыкаемся на те же обграбли. О чем это говорит? Это говорит о том, что к власти пришли люди, которые, в общем-то, были в этой системе, система не изменилась, и сегодня обязательно перезагрузка системы должна быть. Она будет только в том случае, если зайдут честные, порядочные люди уже в дальнейшем, если принят будет закон о выборах, естественно, который действительно позволит зайти честным людям, которые смогут не обворовывать украинца, а представлять его интересы и защищать. Денис, вопрос к вам. Вот сегодняшний день, да, сегодняшний праздник, он правонаследник Дня Свободы, который был учрежден, в свою очередь, в честь победы Оранжевой революции 2004 года. Мы помним, чем тогда все закончилось, что вот, в принципе, те силы, которые стояли на Майдане, после этого произошел раскол, сейчас ситуация аналогичная. Мы помним тогда, собственно, к какому результату это привело, что, по сути, вот те силы, которые стояли на Майдане, они рассыпались, и победил Янукович, и вот следствием чего, собственно, и стала новая революция. Вот скажите, почему так произошло? Почему после вот каждой революции происходит вот такая конфронтация среди вот основных сил этой революции? Смотрите, я не берусь говорить, скажем так, за кого-то другого, но я, безусловно, согласен абсолютно со своим коллегой, скажем так, со своими коллегами. Объясню, смысл в чем? Что каждый человек должен начинать с себя, и когда он в голове начнет понимать, что нужно перестать воровать, перестать что-то кого-либо винить, а начинать с себя и начинать менять страну, не рассказывать, как нужно себя вести. Вот давайте, вот мы сейчас сидим за одним столом, четыре человека, кто-то из нас готов стать президентом и готов сказать, я готов все изменить. Я готов. Ну, удачи, вам на выборах. Вперед, будем голосовать за вас. Спасибо. Насколько я понимаю, среди нас нету достаточного специалиста, управленца, который уже имеет опыт определенный, управлять настолько, скажем так, геополитикой, и нет опыта общения с такими серьезными, скажем так, чужими государствами. Сегодня наши есть братские государства, есть уже там военные специфики и так далее. Нам нужно дружить с Россией, но тем не менее, из-за того, что есть определенные моменты, мы с ними не дружим, мы почему-то с ними воюем. Правильно? Почему? Потому что начну, вернусь назад, все идет с наших истоков. То есть мы сначала должны приходить, вот с детства мы должны понимать, что в первую очередь наша страна, наш город, мы должны его защищать, мы должны делать все лучше для нашей страны. Вот только что, скажем так, представитель УПА-блока сказал, он готов возглавить нашу страну. Ну давайте берем четко сегодняшнее голосование УПА-блока по, ну именно, выбросовете. У них, сколько у вас человек, я извиняюсь? 23. 23 человека, которые постоянно голосуют, то за одни, то за другие, пытаются законопроекты просто именно непонятно откуда вытащить. Я сейчас, у меня сейчас к Роману будет вопрос, вот я также хотел об этом поговорить, давайте закончим все-таки, собственно, вот с теми силами, которые стояли на Евромайдане. Почему, почему вот каждая реформа сейчас, которую проводит власть, которая, по сути, судьбоносная для страны, это реформы и правоохранительных органов, и медицинская, и образование, и пенсионная, да, она идет с таким скрипом, с такими, да, и вот, собственно, даже те силы, которые себя называют демократической оппозицией, да, которые ваши недавние союзники, вот происходят такие столкновения, они пытаются заблокировать этот процесс. Я сейчас не берусь оценивать сами реформы, но я говорю, что вот по процедуре, почему так происходит? Смотрите, ну, только что вам уже сказали, я, это полностью мое мнение, что очень слишком большое, скажем, да, количество олигархов сидит там в верхушке, и они пытаются внутри сделать какой-то между собой. И на самом деле нам пытаются... В том числе вашей политической силе, вы согласны с этим? Безусловно, конечно. Я же не разделяю кого-либо, повторяя заново, это в первую очередь украинцы. Я не могу сказать, плохой или хороший президент наш, но тем не менее, он у нас есть, и он двигает плавно, тяжело, но он двигает какие-то реформы, он пытается делать что-то. Поэтому нельзя осуждать человека, пока ты не сделал сам что-либо. Если кто-то уже сделал больше для нашей страны, он может сказать, да, я готов, и я сделал это, это и это. Но нет никакой конкретики. Нам не хватает очень серьезных и грамотных управленцев, не хватает юристов, не хватает экономистов. А в то же время, если они есть, то просто они стоят не на том месте. Или их не двигают и просто их поддавливают, чтобы они не вылазили вверх. Либо просто не дают развернуться. И поэтому, по факту и заново, все идет от самого начала, от истоков. То есть мы должны понимать, в первую очередь, головой, к чему мы идем и зачем мы это делаем. Роман, вот у меня к вам такой вопрос. Работа в оппозиции, безусловно, с рейтинговой точки зрения, но это не секрет, конечно, она более выгодная перед выборами, чем работа во власти. Но вот смотрите, вы приходили единой командой, от вас несколько человек ушло. Сейчас вот голосование за ту же судебную реформу, например, я сейчас не беру областной совет, хотя там тоже были моменты, я могу их озвучить. Когда вы голосуете совместно с властью, после этого говорят люди отдельные, но достаточно-таки знаковые для оппозиционного блока, например, тот же Михаил Добкин, что оппозиционный блок чуть ли не сотрудничает с властью. Вот почему происходит так? Почему вот кадровые вопросы? Ну смотрите, я опять же не берусь говорить за то, что происходит на уровне Верховной Рады. Я вам объясню, что происходит на уровне областного совета, где являюсь депутатом я. На самом деле мы никогда не поддерживали ни одной инициативы власти, которая бы была направлена на какое-то воровство денег, продажу коммунального имущества и еще чего-то другого. Мы даже вот на... Медицинская реформа, вот проект закона по медицинской реформе, который вы критиковали, часть депутатов проголосовала за. Потом, правда, были объяснения, что не то поняли, но извините. Значит, давайте называть вещи своими именами. Никакой медицинской реформы не существует. Есть один закон на уровне Верховного Совета по финансовое обеспечение медицинских услуг, за который оппозиционный блок не голосовал. Если вы говорите о тех, скажем так, проектах решений, которые в областном совете, то вы не называете это медицинской реформой. На самом деле оппозиционный блок голосовал только для того, чтобы ввести в штат коммунальных предприятий дополнительно должность бухгалтера, чтобы они могли осуществлять свою деятельность. И все. А речи о каких-то других вещах вообще нету, потому что это сейчас манипуляция, и непонятно для чего делается. Вот когда коллега говорит о том, что оппозиционный блок что-то там с под полы, куда. Вы называете конкретные вещи, за что оппозиционный блок голосует. Оппозиционный блок это единственная сила оппозиционная в стране. Все остальные, которые начинают говорить, что мы в оппозиции, извините, друзья, какие вы умные стали. Вы сначала пришли во власть, вы замарали свои руки в коррупции, а потом вы говорите, мы теперь оппозиция. А как же та ответственность, о которой вы говорите, что мы подписали угоду, мы пришли к власти, мы стали едины, всех остальных пообещали выкинуть и сказать, что они недостойны. А в результате все в оппозиции остался один блок Петра Порошенко, который говорит, что в стране все хорошо и людям есть чем гордиться. Это цирк, это просто слушать, это невозможно. Вы выйдете к людям, вы спросите, гордятся ли они? Когда вы были когда-нибудь на моем избирательном блоке? Да я был и в Одессе, и в Одессе были, почему себе повезло? Десять раз, а в городе Одессе даже были? Это уважаемые. Вы сейчас занимаетесь сейчас ерунбой. Вы не занимаетесь, вы смотрели, как принимаете решение в Одессе в городском совете. Вы говорите о профессиональном вещах. Спеш주, я вам даю конкретный вопрос. Вы видели, как принимается решение? Да, видел. Видел. А все время сидят у нас три человека и машут головой, голосуем, либо не голосуем. Вот так принимается Верховная Санкт-Петра Пах noisy. Так вы распродадаете он адаптным жировами. Семью-nel орбит, Бог Строгиевны, Партии голосуют, доверяй делам. Оппоблок не с ними голосует. Оппоблок не голосует, доверяй делам. Скажите. Я сдадясь, один вопрос. Оппоблок голосует из доверяй делам или нет? из партии блока «Перрошал». Вопрос, который не будет. Оппозициональный блок голосует только за те проекты решения, которые будут в помощь людям. За 8%! За 8%! А то есть вы не позволите? Роман, Денис, продают цех, кто есть в городе, это да, это факт. Если не позволите, я вам не знаю, вы же продаете. Вы знаете, Роман, вы тоже часть этой власти на сегодняшний день. Нет, я в оппозиции, я не часть власти. Я согласен, нужно сложить давно уже ваш билет. Не в оппозиции, не депутат Одесского областного совета. И вы являетесь также частью власти, влияете на принятие решений. И вот то, что сейчас происходит в студии, это некорректное поведение по отношению друг к другу и по отношению к сегодняшнему празднику. Давайте все-таки с уважением относиться и к небесной сотне, и к тем целям, которые ставились перед каждым из нас, потому что все мы хотели жить лучше и в лучшем государстве. На сегодняшний день те, кто нас смотрит, понимают, что да, все стало еще хуже. Януковича выгнали. Но давайте мы им скажем, что все будет хорошо. И пришел, а никто не говорит, что хорошо. И об этом каждый из нас говорит. Пусть удивляет и надеется. Я вас не перебивала. Так вот, каждый, кто сегодня нас смотрит, он понимает, что в стране стало жить намного хуже, чем было даже при Януковиче. Рейдерские захваты, судебная реформа вызывает очень много вопросов, провальная правоохранительная реформа. Ну вот за каждого, я думаю, что это тоже не совсем правильно, за прям каждого человека расписываться. Все-таки есть определенные люди, которые поддерживают политику нынешней власти. Я не говорю, много или мало, но тем не менее, что стало жить хуже. Мы сейчас о жизни. Вот если мы выйдем на улицу и поговорим с бабушкой-пенсионеркой, со школьником, ну со школьником, ладно, со студентом, с людьми, которым уже за 30. И каждый из этих людей скажет, что им стало хуже. Мы стали намного беднее. Нация реально становится бедной. При этом, что у нас есть возможности. Государство богатое, нация мудрая, умная. Все возможности есть, но получается что-то не так в нашем государстве. А не так в нашем государстве из-за того, что опять мы ошиблись. Выйдя на Майдан, мы надеялись, что приведем достойного президента, достойную Верховную Раду, которая будет принимать качественные законы. При этом мы опять наступили на те же грабли. Мы привели к руководству нашей страны человека, который не защищает интересы украинского народа, а думает только о своих личных интересах. И вот это самое страшное, что сегодня нужно констатировать. Но при всем при этом, каждый из нас, в том случае я буду отвечать тогда за себя, за своих коллег из фракции «Самопомничь», которые в Одесском городском совете, которые в Верховной Раде, делают все возможное для того, чтобы эффективно влиять на принятие тех или иных решений. Я хочу сказать, что здесь, опять же, наша система ценностей, на которой были и собраны люди на Майдане, это и справедливость, и нет коррупции, и честность в отношении друг к другу. Это те ценности, которые нам прививают с рождения, и с которыми мы должны идти по жизни. Но тем не менее, мы сейчас натыкаемся на тотальную коррупцию, на нечестность в отношении друг к другу, на принятие решений в угоду местечкового олигархата, если мы говорим непосредственно об Одессе. И это изменить может только, опять же, выбор одесситами, когда придут они на выбор и будут выбирать достойных, честных людей, которые будут в первую очередь защищать их интересы, изменять то, что на сегодняшний день их не устраивает. Поэтому тут все зависит от нашей общей позиции, изменения в законодательстве, который мы ждем, выборча законодательства, который мы надеемся, будет все-таки во втором чтении принято и проголосовано. И вот как раз голосование Верховной Раде за избирательное законодательство покажет, кто есть кто. Роман, реплика и подводим итоги. А в это время, когда власть не может поднять людям пенсии, зарплаты и вообще ведет страну в крах, господин Порошенко... Зарплату вроде подняли. Да, конечно. Спросите, кому подняли. До 3200, это зарплаты, за которые можно сегодня жить. А господин Порошенко в это время остановился на пятном месте самых богатых людей Украины. Почему-то Рошен у него работает, банки у него работают, маршрутки, у него по всей стране ездят, а в стране все плохо. Опять выбрали не того. Что вы предлагаете? Опять стран. Да что я предлагаю? Предлагаю вообще смотреть немножко шире на этот мир, немножко думать, кого мы выбираем. Выбирать не бестолковых, которые два слова связать не могут, которые вообще не знают, что такое политика, не знают, что такое власть, только умеют говорить, что те то, те сё. Понимаете? И отвечать за свои слова. Если я говорю, что я готов управлять чем-то, то я отвечаю. И не важно, я не всем отвечаю. Я всем отвечаю, я своими избирателями отвечаю. А сколько за проголосовал, вы знаете? Знаю, сколько за. 1325 человек за меня проголосовал. Это рекорд. Это рекорд. Это мои исключения, за которыми я... Это, конечно, мы сейчас переходим. Это, конечно, я говорю, это не избиратель. Это Денис, невоспитанный человек, который перебивает грамм, Роман, вы приходите на личности, начали переходить... Но вы не понимаете, вы не понимаете, вы не понимаете... Это не личности, я говорю о том, что не нужно выбирать... Это будет еще президент, я тебе не могу сказать. Ну, о чем вы говорите? И человек во всем разбираться не может, для этого существует коммуникация. Это не смысл, все правильно. А когда приходит команда бестолковый влезет и ведет страну в приз, так они не то, что должны... Совести нет, не можете сказать... Я знаю, что у вас нет совести, вы не можете... Я знаю, что вы ввести. Давайте уйти. Будем голосовать за вас. Давайте будем завершать нашу дискуссию. Я попрошу сообщить мне результаты. Мы спрашивали у наших телезрителей. Украина находится на правильном пути сейчас? 18 лишь процентов считает, что да. Нет, соответственно, 82 процента в режиме БЛИЦ по 30 секунд. Денис, как прокомментируете результаты? Ну, я полностью с ним согласен. Повторюсь, сейчас идут реформы. Идет тяжелый процесс во время войны. Поэтому шаг за шагом нужно двигаться вперед. И начинать в первую очередь нужно себя, а не искать виновных. Ольга? Естественно, другого и не могло быть результата. Потому что люди уже разочарованы. Люди даже паникуют, можно сказать, от того, что происходит в нашей стране. И то, что нам необходимо сейчас понять, что в государстве в общем-то президент должен понять одну истину. Что деспотия может присутствовать, но она недолго будет здесь. И имеет, в общем-то, может так же плохо закончиться, как и закончилось для Януковича. Поэтому для нас очень сейчас важно объединиться мудро. И будем так говорить честно, идти вперед. И надеяться на то, что все-таки будут изменения. И политическая система также будет изменена. Роман? Слишком дорогая цена для нашего государства. Для того, чтобы говорить на сегодняшний день, спустя 4 года, что у нас все идет хорошо или тяжело жить, но все будет хорошо. Мы все же надеемся на то, что сложится в стране так ситуация, и в стране будут досрочные выборы. Потому что если их не будет 2 года, я уверен, что люди просто не смогут выживать в нынешних условиях, когда экономика падает. Никто ничего не делает для того, чтобы жизнь людей стала лучше. А при этом рассказывают о том, что идут реформы, и замыливают людям глаза какими-то картинками и верой в то, что нас кто-то ждет, и мы вступим в какой-то Евросоюз. Поэтому самое главное на сегодняшний день это то, что есть преступники, и что рано или поздно эти преступники будут привлечены к ответственности. Спасибо за интересную дискуссию, что пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня мы беседовали с Романом Сеником, депутатом Одесского областного совета оппозиционный блок Ольгой Квасницкой, депутатом городского совета самопомощь и Денисом Григорьевым, также депутатом городского совета фракция блок Петра Порошенко. Студию провел Константин Гречаны. Мы работали в прямом эфире. Оставайтесь на репортере.